Привет, ребята! Поддержаем все эти обзоры на напитки из спортпитания. И сегодня у нас вновь обзор на низколоидный джем из линейки спортпита, так сказать. Уже на них обзоры одел. Вот. И сегодня у нас бомба. Последние, наверное, полгода, если не память не изменяет, довольно популярная фирма. Очень рекламируют протеинные батончики и джем. И сегодня у нас на обзоре вот такого джема. Поближе давайте посмотрим. Такая вот баночка джема. Массой 250 грамм. Стоит она 200 рублей в магазине 5LB. 200 рублей в магазине 50 грамм. Значит, манго, банан у нас вкус. В общем, довольно прикольно. Такая вот банка. 0% это у нас написано. Значит, давайте посмотрим, что это и будем пробовать. 100% Nature, Bomb, джем, низкокалорийный, без сахара, без гемолу. Что же у нас в составе? Давайте смотреть. В составе у нас вода, манго, банан, закуситель пектин, регулятор кислотности, кислота лимонная, цитрат кальция, значит, консервация роботкалия, ароматуры манго, банан, подсосители эритрит, сукралоза, стевия, бета-каротин. Как мы видим, соответственно, вот этого вот парня у нас нету, по имени Аспартан. Но у нас есть стевия в составе. Ну что ж, вот такая вот стематичная крышечка. Давайте посмотрим. Легко довольно пылось, вы знаете. Ну, тоже не сметно. Ну, запах приятный. Сейчас я попробую, ребята. Ну, обратите еще внимание, не знаю, заметили или нет. Значит, изготовили у нас русская еда, да? Изготовлен во фитнес-фуд. Но калоидность не 0%, смотрите, я повторюсь, на 100 грамм продукта, 19 килокалорий, извините, 50 грамм. Примерно 50 килокалорий получается. Белков 0,5, жиров 0,1, и вливоды 4 грамма. Ну, как сахара здесь нет. Вот здесь мы даже видим кусочки. Посмотрите. Запах прикольный. Сейчас попробуем джем. Логично, что джем обычно я всегда ем с творогом. То есть я с творогом либо джем, вот такие спортивные, без калорий, либо употребляю пюре детское. Там фрукта, няня, агуша, главное, чтобы без сахара было. Ну, соответственно, будем это все есть с творогом, да? Творог у нас 2%, мы тоже не видим все. Итак, для начала давайте попробуем просто джем, затем добавим его в творог. Ну что? Такое вот, знаете, как желешко. Ну и распробуем. Знаете, довольно нейтральный, не сильно выраженный вкус, то есть там не сладкий, не резкий такой. Нейтральный. Я бы сказал, знаете, очень легкий. Консистенция у него как такое желе. Один в один. В принципе, нормально, особенно учитывая, что на сушке, если вы такое берете, значит вы на сушке, значит вы, наверное, не употребляете сахар, да? Если вы не едите сахар, конечно, покажется весьма не дурно. Весьма не дурно. Но дороговато. Объясняю почему. Смотрите, баночка 250 грамм. В принципе, ну не за раз, но за два раза съесть это вообще проблем не составит. Две сотки за 200 грамм. Ну, терпимо. Творог, в принципе, тоже дорогой. Два творога 200 рублей. хрен с ним. Давайте попробуем его с творогом. В общем-то, трудновато. Я думаю, это все замешать. Вот пюрешка, чем удобно, детская, что она очень легко мешается по своей консистенции. Здесь мы видим, это все как такое желе. Вот, смотрите, это. То есть, назвать надо не джем, наверное, а желе. Вот. Ну, как-то попробуем. Неплохо. Ну, немного неплохо. С пюрешкой намного ловчее получается. Намного. На пюрешку дешевле. 30-35 рублей стоит такая баночка. 115 грамм. Ее хватает. на пальцах творога. Ну, знаете, как я вам скажу? Не могу, затрудняюсь, конечно, что-то конкретно сказать про него. Скажу, что это вкусно. Скажу, что это вкусно. Кстати говоря, многие ругают аспартам, здесь его нету. Тоже. А вакунтик, хотя, все равно вы знаете. Одни говорят, что вредно, другие полезно. фруктов я особо здесь не чувствую. Особо и не видно. Вкусный, я не буду это назвать джемом, вкусный желе без сахара, низкокалорийный, но, знаете, не знаю я. Плохого ничего не скажу. Есть можно. Немного неудобно, знаете ли. Значит, что я срученне скажу? Ну, по вкусу, в общем, довольно неплохо. Так, мы поиграть можем, да? Да. Касаемо вкуса, споров нет, вкус довольно прикольный, такой, не сильно выраженный, манго-банан, прикольный микс. Легкий, он не сильно такой сладкий, не сильно тиск, то есть, такой легенький. Light, light вариант, неплохой. В общем, вкус вкусный, в принципе, вкус на 5 баллов с 5. Претензий нет. А претензии, да, дальше идем, претензии к составу. Состав нормальный, хороший. Претензий нет. Калорийность тоже претензий нет, то есть, 3 претензий нет. А теперь 2 претензии. Претензия 1. Извините меня, конечно, я, конечно, понимаю, что в наше время 200 рублей это херня, по большому счету, я согласен. Вот творог на неделю берешь 1000 рублей, условно говоря, да. Но на мой взгляд, вот за столько 200 грамм, это очень мало, дороговато 200 рублей, я считаю, потому что, ну реально, за 2 раза съесть эту баночку, вот с таким вот творогом, ну, особенно на сушке жать охота сильно, вот такие, не понеслась, банки нет. На мой взгляд, дороговато. Вот за сотку я бы его брал, за сотку бы я брал и его не жалел. Конечно, пирожка дешевле, но за сотку бы я его брал. Сотку он стоит. Ну и далее, раз он называется джемом, у меня, наверное, вот за мои обзоры на джемы спортивные я их много переживал, и пьюры, и другие всякие, не помню. И, ну, первое, это консистенция. Это реально как какой-то холодец. Не жалею, ну, вы смотрите, что это, что эти бабалганы. Ну, то есть, по большому счету, вот размешать с творогом, да, вот в одну массу, не получится. Видите? Можно есть так в припуск, как я, но не то пальто. То есть, назовите это низкокалорийное желе. Низкокалорийное. Ну, это уже правоподобно. Так что, вот такие вот два момента, это цена, на мой взгляд, дороговато. Дороговато. И, значит, очень странная консистенция желе. Да, то есть, что, ну, как-то мне не напоминает этот джем. Знаете? Поэтому, что я могу поставить? Я ему поставлю оценку. Четыре баллы из пяти, потому что, в принципе, мои замечания незначительные. Да, основной потребности именно вкус, состав и калорийность он держит, да, то есть, получается, конечно, можно было поставить три, но я поставлю четыре. В принципе, мне понравился вкус. Вкус хороший и удивительно, да, что он реально такой, ну, кто любит, говорит, кто-то не любит притерное, слишком сладкое, резкое. Здесь он реально такой слабенький, не тратит, то есть, не сильно. То есть, легкий вкус такой, это плюс. В принципе, калорийность, он, как сказать, нормальная, состав нормальный. Ну, поэтому, четыре балла с пяти, в принципе, советую взять, попробовать вкусный прикол, на сушку тоже, если вам деньги не жалко, берите, вредным он не будет, да, ну, а так, как бы я сказал, стоил бы он подешевле, либо были бы баночки побольше, да, ну, и интересная какая-то форма жилья, консистенция будет. Ну, в общем, и все. Поэтому, четыре балла с пяти, прикольный, попробовать можно, а мы еще в обзорах не тянули.